Привет, ребята! Прежде чем мы перенесемся в замечательный и древний город Шанхай, хочется сделать небольшое вступление у себя тут на крыше и выдать вам небольшой ликбез. Мой путь в Китае когда-то в конце 2000-х годов начинался именно в Шанхае. Я прожил там буквально несколько месяцев, мало что видел, потому что работа-дом, работа-дом. Непонятная страна, все новое, язык новый, еда новая, ничего не понимал. Для меня на тот момент что Шанхай, что Чонсин, что Гуанчжоу, что Сяман, в котором я живу уже 11 лет, были примерно одинаково странными, одинаково непонятными. И, естественно, тогда оценить всей мощи, всего масштаба, всей древности, всей крутости этого города, я в принципе не мог, как и не может это сделать турист, впервые попавший вот в Китай и не понимающий, что еще происходит. В этот раз я попал туда абсолютно случайно, у нас прервалась поездка в провинцию Юнань по работе очень срочно, надо было сделать парочку очень серьезных встреч, пришлось оборвать поездку. И, соответственно, я и Энни в срочном порядке купили билеты на ближайшие рейсы и полетели в Шанхай. Должна была быть поездка на один день, она увеличилась, вы это все в ролике увидите. И я долго думал, выкладывать ли это видео вообще, когда вот скидывал информацию с карточек памяти. И когда уже начал монтировать, собирать это в какой-то один образ, я понял, что да, я хочу, чтобы это было у меня на канале. Да, ролик получился сильно короче, чем обычные 40-50-часовые, двухчасовые ролики у меня на канале. Но я очень хочу, чтобы ближайшие полчаса или чуточку даже меньше, вы просто вместе со мной в таком, знаете, режиме краем глаза, краем уха, вот так вот набегу, увидели тот другой мой личный Шанхай, как чувака, живущего практически в деревне, вот здесь на острове, вдалеке от центра цивилизации. И просто приехавшего в очень-очень большой город, с моими эмоциями, моими мыслями, моими впечатлениями, я там был по сути как турист. Очень коротко, очень брифли, как это называется, но от этого не менее интересно. Поэтому приятного вам просмотра и увидимся еще буквально на секундочку в конце. Привет, Шанхай. Второй раз за ближайшие 13 дней мы здесь. Правда, в предыдущий раз даже из аэропорта не выходили, мы бы здесь на пересадке были. Сегодня у нас целый вечер и завтра полдня. Мы в 4 вылетели из Лидзяна, и вроде как бы в 4 или в 6 мы вылетаем отсюда уже домой завтра. Но очень срочная поездка, очень срочные дела, не суть важно, какие это наши уже личные, за пределами Ютуба. Но мы здесь, и здесь очень жарко, прям капец. А говоря, что дома вся моя, еще жарче. Жесть. Здрасте, еще раз. Наш отель, да, вот. Вот. Рамада называется в городе Шанхай. Вот такая гостишка. Я так понимаю, судя по всему, в возрасте уже тут есть по понтове, вон, где-то тут, где он? А, ну, за деревьями. Это отель Мариот. Вот, но мы в Рамаде. Пудон, Шанхай. Пойдем заселяться. Рум-тур. Это уже просто традиция, классика и дань уважения к вам. Отель Рамада. Они там моют руки. Показываю по-быстрому. Вот такая кровать. Так, сейчас давайте 0,5 сделаем, чтобы пошире было. В общем, да, вот такая кровать. Почему я, кстати, в кепке? Мы сейчас уходим. Нас там друг снизу ждет. Вот, так что, вот, рабочее место. Лампочка. Вид. Давайте хоть вид посмотрим. Вечерний. Десять вечера. Ну, да, вы видите меня. Отличный вид. Вид на Диму. В общем, вот такой небольшой номерочек. Уютный. Кандей работает. Все чистенько. Отель, конечно, видал свои лучшие дни. Честно признаться, то есть, видно, что отель построен прям очень не вчера. Но при этом, как бы, это все еще Рамада. Все еще у них, как бы, свои. И всякие зубные пасты, прочее, прочее. То есть, все, как бы, такого стандарта международного. Там, вот, в открывающемся ящике. Сейчас в туалет зайдем, покажу. Как бы, все хорошо. Но видно, что отель свое уже пожил. Ну, чистенько, уютно. Как бы, плесень не видать. Так, потерты местами, конечно. Но, в целом, телек есть, которым никто никогда не пользуется. Место, чтобы сумки или, там, обувь положить. Кровать есть. Кандей работает. Все нормально. Вон, лампочка есть какая-то. Место для работы и зарядить есть. Что, кстати, по зарядкам? А по зарядкам все грустно, ребята. Ну, потому что, видимо, отель был построен давно. И не рассчитан на то, что у людей там мобильные телефоны и прочее. Придется всю эту хрень вытаскивать на рабочем месте и так далее. И подзаряжать. Так, пойдемте в финальную точку. Естественно, без туалета. Какой нафиг ром-тур? Унитаз обычный. Классическая такая. Вот по ванной видно, что этот отель построен давно. Потому что такие штуки прям очень... Ну, это не ванная в полноценном смысле этого слова. Хотя это ванная. Это больше такая стоячая душевая. Вот он, душ в стене. Вот он еще раз. Я в очередной раз. И, собственно, вот эта штучка. Вон здесь ватные палочки всякие. Штучки, штучки. Все нормально. По денежкам. По денежкам 505 юаней за вот этот номер. Это примерно 6,5 тысяч рублей. Район Пудон. Это, типа, далеко не центр Шанхая. Кто знает, тот знает. Как бы не самое топовое место. Но нам это и надо, потому что у нас переговоры завтра с людьми именно в этом районе, именно здесь. То есть мы здесь закончим и сразу же стартанем на самолете обратно домой. Такие дела. Спасибо за рум-тур. Это все еще продолжается дополнительный экстра-контент. Не знаю, сколько его еще будет. Давайте посмотрим дальше. А может вообще конец. Дима, во-первых, привет. Привет. Куда ты нас привез? Я вас привел в яму, называется Лауай парк. Это культура сан-шанхайской и вот место, где очень много разных иностранных паров и иностранцы здесь и утусуются. Короче, пьют пиво, курят кальяны. Так ты же не пьешь и не куришь. А я не пью, не курию. Да, просто нас привез. Просто нас привез. Понятно. Слушай, симпатичная, прикольная яма. Давай найдем что-нибудь покушать. Здесь они что-то так шумные здесь. Вот там есть турецкие. А вот есть какой-то такос и текилы. Текилы я не хочу, а такос можно. Я на самом деле не очень хотел тако, но решил взять одну попробовать. Но Нимас, наоборот, целых три себе заказал. Я решил одну с курочкой взять. Попробовать. Потому что они здесь должны быть прям настоящие, хорошие. Ну попробуем. Что-то, что-то. Стоящее. Именно как тако. Настоящий текс-мекс. Потому что текс-мекс отличается тем, что они в этой... Ой, блин, да! Оно острое. Причем острое вот здесь. Именно вот здесь горит. Во рту вообще не острое. Острое вот здесь. Ой-ой-ой. В общем, текс-мекс это той хрустящей тако, знаете, который вот разваливается, как чипсина одна такая, полукруглая. А мексиканские тако, это вот такое, маленькое, в рисовой лепешке. Соответственно, вот это прям настоящий мексиканский, очень вкусный. У нас в городе есть заведение тако, блин, надо бы сделать на него обзор. И мое основное блюдо. Кесадия. Которое все почему-то кесадилья называют. Хотя двойная L в испанском языке, это буква Е. Причем не Е, как русская, она такая, кесадилья, кесадилья, вот так как-то должно быть. Поэтому, смотрите, кесадилья с говядиной, с соусом гуакамоле, со сметанкой и с острым соусом. Ну, это пробовать. Сначала острый соус. Ну, томатный какой-то. Прям все посыпалось, прям все потекло, смотри. Сох потехну. Сметанка. О, прям. Блин. И по бороди, по рукам. И на штанах уже, ё-моё, чувак, у тебя все в этом кесадилья. Это прекрасно. А Энни заказала царя мексиканской кухни фахиту. Фахита представляет из себя обычно просто огромную тарелку или сковородку. Обычно до сковородки куча мяса, сверху соусы и отдельно лепешки. Очень жирно. Да. Там должно быть очень много всего. И ты делаешь так, как делает Энни. Потому что она каждый раз, когда мы приходим в какое-нибудь мексиканское заведение, заказывает фахиту. Выглядит просто ультра-секс. Смотрите, курица, это тоже вообще супер. Да. Это с говядиной. А, с говядиной? Да, должно быть. Нет. С говядиной, с говядиной. Я закрыл ковяжий фахиту. Ой, кесадиль. Слишком много сыра, и он слишком тянется. О, грибочек. Ну что, время испытать. Энни на прочность фахитой. О, грибочек. Из-за 10. Из-за 1 до 10. 7. 7. Вполне неплохо. Я вас, наверное, уже задолбал рум-турами. Но мы застряли в Шанхае еще на денек. Потому что больше переговоров, богу переговоров. Да. И мы уже съездили на одни. И вот заехали в другой отель. Потому что буквально через 3 часа у нас еще одни переговоры. И после этого никаких самолетов в наш город нет. Поэтому придется... Точнее, мы уже отменили билеты на сегодня. И будем брать билеты на завтра. Но пока не будем брать. Потому что... А вдруг что-то еще возникнет. Оказывается, в Шанхае очень много различных компаний, с которыми можно пообщаться. И нужно. Так вот, рум-тур. Отель... Черт его знает, как он называется. Вот тут написано. Харбор Плаза Метрополитен. Вот так вот называется. Туалет. Начнем с него. Очень маленький номер. На самом деле, вот прям малюсенький туалетик. Малюсенькая душевая кабина. Построена он в 2022 году. Год этому отелю всего. Ну и давайте, как обычно, с двери. Вот, ребята, и все. Вот такой вот номер. Кровать. Есть розеточки, что очень радует. С USB. Со всеми делами. То есть, вот такая вот розеточка двойная. С выключателями лампочек маленьких. Кстати, вот это удобная штука. Хоп. Включил себе лампочку с подсветкой. Как ее включить-то? Вот так вот. Сидишь, читаешь книгу. Лежишь, читаешь книгу. Взял, выключил. У тебя все хорошо. С другой стороны так же. Вот Энни. Какая-то рабочая зона. Сейф есть. Место для отдыха. Микрокухня. А что тут внутри? Да, прям реальная микрокухня. Есть штука, где резать всякое. Можно туда всякое скидывать. Помыть руки. Четыре бутылочки воды. How much we pay for this room? 507. Вот есть телевизор в зоне отдыха. Вот такой вот вид на город. Ну, симпатично. Шанхай во всей своей красе. Вот. Соответственно, 507 юаней. Чуть больше 6 тысяч рублей. 6 с копейками. Дорого, блин. Дорого за такой маленький номер. Но такая локация. Потому что нам здесь надо встретиться с людьми. Но в любом случае, как бы, вариантов особо нет. Потому что в этом районе, где у нас будут переговоры, дешевых отелей нет. И мы вот нашли, видите, какой маленький номер. И уже приходится платить такие деньги. Ну, такие дела. Что делать? Что остается делать? Надо, как бы, делать дела. И надо где-то ночевать. Так что, вот, совместили приятное с полезным. Вот такой был рум-тур. Все. Дальше двигаем по делам. А, да, забыл еще показать. На предыдущих переговорах нам сделали маленький подарочек. И подарили два вот таких набора от BASEUS. Это, ну, типа, переходник со всеми внутри. Он раскручивается более длинный. Очень удобно. То есть, у тебя с одной стороны USB. Вот сюда можно воткнуть. А с другой стороны переходники на все. На iPhone, на этот. И у нас такие две штучки. Вот нам их подарили. Очень удобно. Соответственно, можно будет не занимать розетку. А розетку занять какими-то другими вещами, которые надо подзарядить. А вот это, типа, телефон, все дела. Прикольно. Спасибо большое тем ребятам, которые нам подарили. Они там, правда, еще всякого надарили. Какой-то вентилятор, какую-то еще хрень. Прям дофига всего. Зачем нам это? Как это перейти домой? Не знаю. Но приятненько, приятненько. Так, друзья. У нас все закончилось на сегодня. Хочется немножечко погулять. Потому что делать нечего. А время как бы всего 9 вечера. Мы тут приехали в одно место. Называется Чибао. Да. Старая Шанхайская Улска. То есть кусочек такого супер старого, аутентичного Шанхая. Вон туда надо пойти. Не знаю. Будет там что-то интересное. Не будет там ничего интересного. Пойдем посмотрим. Потому что просто хочется как-то поубивать время и погулять немножко. А то надоело на всех этих переговорах сидеть. Вот здесь посидишь, то там посидишь. Хочется ноги просто размять. Так что идем в Чибао. Старую улицу. Мне кажется, что Шанхайская Старая Улочка еще уже всех тех старых улочек, в которых мы были в течение всего этого путешествия. Здесь прям совсем-совсем узненько. Ну, как бы вот так выглядел раньше Старой Шанхай. Прикольно. Естественно, какой старый город обходится без мостов. Прямо таких мостов. Вот ощущение, что мы прям и не уезжали из Лидиана. Я когда под дождиком там гулял, ощущение, что все примерно такое же. Давайте только виды покажу с моста. Оно очень красиво тут выглядит. Вот это. Просто посмотрите. Мне кажется, вот это надо брать сейчас дорогую камеру хорошую. Жаль, она у меня лежит в сумке в гостинице. И вот это фоткать. Вот из этого можно делать просто офигенные заставки на компуктер. Смотрите, какая красота. С другой стороны, не сильно хуже. Тоже красиво. Тоже старый город. Клевый старый Шанхай. Офигенно. Забавный прикол с едой здесь. Вот идем мимо заведений, и почти все заведения какие-то типа местные легенды. То есть там одно написано с 80-х годов, другое с 60-х годов, другое, там больше 100 лет на этом месте. И прям каждое заведение, вот здесь реально, если есть такие шанхайские фудблогеры, только эту улицу, наверное, можно на ней целый сезон какого-нибудь сериала с роликами сделать. Потому что можно просто подходить, все пробовать. Но, к сожалению, этого делать не будем, потому что мы не так давно поели. И я говорю ей, давай хотя бы местные Ся Лон Бао. Ну, это вот. Вот такие вот штучки, да? Вот такие вот сцены на картинке. А она говорит, блин, я так хочу это попробовать. Ну, я такая типа объевшаяся. Может, нагуляем сейчас аппетит, да попробуем? Не знаю. Короче, если что, вот эти Ся Лон Бао, они были изобретены в Шанхае. У них есть официально создатель. Я не помню, как его зовут. О, он есть. И дословно это переводится как Ся Лон Бао – это маленькая клетка. То есть вот в этой деревянной штучке, в которой они на пару готовятся, да? А Бао – это мешочек. Мешочек в деревянной, в маленькой клетке, да. Мешочек в маленькой клетке. Очень простое название. Где тут примерно этот старый город и заканчивается. Ну, точнее, вот тот кусочек, который мы смотрели туристический. Учитывая размеры Шанхая, я уверен, что таких мест здесь просто какое-то нереальное количество. Учитывая возраст этого города, да? Ну вот, я уверен, что таких вот кусочков, таких вот улочек, их просто триллион. Мы просто об этом не знаем. Ну, и нет ни времени, ни сил, ни желания сейчас с этим разбираться. Я уверен, что в Шанхае живет куча ребят, которые шарят в этом отлично. Вы можете спокойно зайти на YouTube это посмотреть. Мы здесь вообще постольку-поскольку ничего не понимаем и просто делаем это так. Ну, потому что у нас есть свободное время до завтра, до вылета обратно. И хочется просто немножечко что-нибудь поделать. И все. В этом нет никакого смысла. Это вообще постскрипт. Какой-то слишком затянувшийся. Вот, кстати, яркий пример того, о чем я рассказывал до этого. Вот табличка с тем, что здесь продается, ну, типа, вот в честь Старой улицы, вот этой Чибао, какая-то баранина на пару. Что-то, какие-то блюда из баранины. Вот она табличка в стиле старого Шанхая. И мы только-только поворачиваемся. Еще одна симпатичная табличка, да? И вот эта хрень с подсветкой из LED. И вон тоже какая-то фигня. Вот почему нельзя сказать, что вот только в таком стиле, чтобы было. И все. Вот у тебя двери красивые, у тебя здание красивое. И вот эта хрень выбивается. При этом, как вот то, что мы были раньше, там, допустим, в Лидзяне, да? Там вот такого нету. Там все таблички приведены к единому стандарту. Это круто смотрится. А вот это выбивается из всего. То есть ты вот не зная китайского, можешь вот это сфотографировать. О, старые надписи на деревянной табличке. Это красиво. А вот это, это просто будет, ну, типа, блин, очередной какой-то магазин, как бельмо на глазу. И вот это я имел в виду. Еще моментик. Я когда про мусорки везде предъявлял. Вот смотрите, вот мусорка. Вот за этим щитом сразу мусорка стоит. Так, 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 где-то тут. Вот еще. Так, где-то тут. В конце, вон там, в конце улицы мусорка. И вот одна мусорка. И так везде, друзья мои. И так везде. Куда бы ты ни пошел, каждые там несколько сотен метров, на каждом гусу, сука, есть мусорка. И она симпатичная, кроме всего прочего. Вот такая нормально задекорированная мусорка. И это не шанхайский прикол. Это как бы куда ты не приедешь, везде так. Ну и даже вот просто, долбой это шанхайский прикол. Почему в Москве не так? Не знаю. Почему нельзя просто вот этих симпатичных мусорок задекорировать красиво, там, не знаю, в каком-нибудь старинном русском стиле, сделать красивый мусор везде. Удобно же. И чистенько сразу на улице. Про туалеты я побомлю в следующий раз. Приехали тут на одну барную улицу, нам ребят посоветовали. И она называется прям Лаувайская улица. Кто поймет, то поймет. Ну, типа, улица иностранцев. В плохом смысле этого слова. То есть, Лаувай, это такое даже немножко оскорбительное слово для иностранцев. Просто, типа, улица иностранцев. И вот она так выглядит, такая узкая улочка. Вон там все бары написаны. Там дофига всяких баров. Не знаю, вот сейчас видно будет. Вот так вот. И вон туда она идет. Вот такая вот улица с барами для Лауваев. Интересно. А вон. Нормально. Короче, из-за того, что сейчас туристический сезон, мы взяли билеты обратно домой только на 10.30 вечера. Да. А дела у нас все в Шанхае уже закончились. И поэтому вот сейчас час дня. Нет, какой час? Наверное, 3 часа дня. 3 часа дня сейчас. У меня просто телефон в руке. И на этой же руке часы. Я не могу время точно посмотреть. В общем, 3 часа дня сейчас. И, соответственно, у нас есть часов 5. Просто ничего не делания. И мы решили, раз уж мы все это путешествие ходим по древним улицам, старым этим Old Town Road, как говорится, и закончим мы ровно на такой же ноте. Вы видите сзади меня еще один старый Шанхай. Причем тоже очень такой культовый и популярный. И сейчас все покажу, расскажу. Короче, называется эта штука Чанхванмиау. Это что-то очень старое, красивое и очень-очень традиционное. Выглядит очень круто. То есть на фонде всех шанхайских небоскребов ты такой бум. А тут прям королевично. fiquei паноюсь. Уже уехать в этим шığımız Долг. Я чистая глядь, кофейских небоскребов! Это была штука Чанхани. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Куда без этого? Вот В целом Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Крифья из пилицы и топоки Чашлик Я когда увидел просто вот эту лютусь Чашлик Здесь бывали наши делronics Чашлик Мне нравится слово , , шашлык Вот такой вот резкий Получается переход От шашлыка в Шанхае Чашлика Обратно сюда ко мне на крышу Да, ребята, так вот резко я перестал почему-то снимать, не обнаружил у себя ни на карточках памяти, ни на телефоне почему-то больше видосов, но как вышло, так вышло, я надеюсь, вам понравилось все это путешествие, если вы не смотрели предыдущие, вот ссылочки есть в описании, прям начинайте с первого, второй, потом третий, почти три часа материала с провинцией Юнань, с кучей интересного, уникального, туда, куда обычно иностранцы вообще не рискуют забираться, потому что там мало что есть по-английски, там непонятно, там сложно, а-а-а, и вот все, голова кипит, а мы туда все-таки забирались, поэтому, если не смотрели, переходите по ссылочкам, еще куча интересного контента вас ждет, а если посмотрели, огромное вам спасибо за тот проделанный труд, потому что, ну, блин, посмотреть, по сути, четыре часа материала со мной в главной роли, это, конечно же, то еще испытание. Спасибо вам большое, что остаетесь на канале, что подписываетесь, что ставите лайки, ставите дизлайки, если вам что-то не нравится, пишите огромное количество комментариев, и тем, кто поддерживает на Бусти и на Патреоне, отдельное огромное спасибо, все это стоит безумного бабла, у меня нет никаких спонсоров с Ютуба, денег практически никаких не приходит, все это приходит, на все приходится зарабатывать самому, Поэтому, если у вас есть желание поддержать, вы не в России, есть всегда Патреон, там, буквально за один доллар, блин, что это за деньги, можно подписаться, но, как бы, когда вас станет какая-то критическая масса, это будут большие деньги. Также на Бусти, если вы в России, там, еще и меньше доллара по нынешнему курсу стоит подписка, и спокойненько можете подписаться, вам это не будет стоить ничего, опять же, когда будет много народу, это будут какие-то серьезные деньги, которые смогут поддерживать вот подобные путешествия. В общем, спасибо вам огромное, мы с вами увидимся уже очень-очень-очень скоро в новых роликах, а у меня, у всех ребят, кто в этом путешествии участвовал, и у Эни, которая теперь, блин, никуда уже не хочет, потому что говорит, я с тобой натаскалась, твой дрон таскать, твою сумку таскать, придумай уже что-нибудь с этим. Я придумал, скоро вам все это покажу, поэтому увидимся уже очень скоро, у нас на этом все, спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок